Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Хочу рассказать, как работает наш сервис по поиску жилья в Нью-Йорке. Вы знаете, в Нью-Йорке непросто снять жилье людям, которые сюда приезжают и не имеют кредитной истории, которые не имеют постоянной работы. И часто люди не знают, где искать, на каких ресурсах искать, как правильно разговаривать с хозяевами. Но для этого существует наш сервис. Мы помогаем тем, кто не может найти жилье самостоятельно. Значит, очень важно, чтобы когда заключался договор, мы работаем по договору, нужно прийти в офис, подписать соглашение. Вы дали максимальную информацию, какое вам нужно жилье. Первое. Кто будет жить? Какой у вас бюджет? Какой район вам нужен? Есть ли у вас домашние животные? Это очень важно. Дети. То есть нужно дать всю подробную информацию о вас и о том жилье, которое вы хотите найти. Опять же, желательно, чтобы вы прислушивались к моим рекомендациям, рекомендациям моих сотрудников по бюджету. Потому что часто люди где-то что-то прочитали, кто-то им сказал, какой-то там знакомый с Брайтон Бич, который вовсе не в теме, где-то в облаках летает, сказал, что, например, можно там снять комнату в Манхэттене за 500 долларов. Невозможно снять комнату в Манхэттене за 500 долларов. Или можно там взять студию в Бруклине, хорошую, большую, с отдельной кухней за 900 долларов. Невозможно взять студию в Бруклине за 900 долларов. Поэтому я даю точную информацию, какие есть цены, да, и сколько минимум можно заплатить за то или иное жилье. Дальше. По поводу квартир и комнат. В чем разница? Значит, с квартиру снять сложнее, потому что по квартире, как правило, с вас попросят пару депозитов, если у вас нету никаких кредитных историй, это в лучшем случае, да. Ну, конечно, может быть, там какие-то исключения из правил, что, говорите, того собственника, который попросят один депозит. Бывает и такое. Мы, конечно, ищем варианты, которые хочет клиент. Но очень часто у клиентов нету суммы на депозит, а есть только сумма на первую аренду. Поэтому тогда нужно рассматривать комнаты. С комнатами проще, там можно и без депозита договориться, ну и дешевле стоит. Комнаты обычно, они с мебелью уже идут, а квартиры часто идут без мебели, поэтому вам надо покупать еще мебель. Поэтому, если у вас есть много денег, значит, вам нужна квартира. Если у вас денег нету, их совсем нету, тогда вам нужна комната, либо подселение в комнате. То есть, например, уже кто-то живет в комнате и хочет взять себе румейта, сожителя по-русски, да. То есть, и таким образом вы с кем-то делите ренту. То есть, комната стоит 600 долларов, допустим, в Руклине. Значит, по 300 долларов вы с кем-то делите, получается, вам жилье обходится в 300 долларов. Там можно договориться и без депозита. Ну, еще раз возвращаясь к началу ролика, что вы должны четко давать нам критерии вашего жилья. Потому что уже были такие случаи, когда люди давали неправильные критерии, потом говорили, ой, а вы знаете, я хочу другое. Я вот передумал, а работа проделана, да, было дано там 20-30 вариантов жилья. И оказывается, критерии человека были в голове другие, а почему-то сказал он нам другую информацию. Поэтому сначала подумайте, примите решение. Я всегда вот, даже звонят клиенты, я всегда им даю время, там, ну, если совсем, может быть, бывает, конечно, когда человеку жить негде, и надо экстренно искать. Когда ездишь жить, или там в хостеле человек живет, я говорю, подумай внимательно, сутки возьми себе, подумай, что ты хочешь, на что-то у тебя хватит денег, какой район ты хочешь. Я рекомендую всегда брать район поближе к работе, потому что если вы будете добираться полтора часа туда, полтора часа назад, то вы потеряете очень много времени. Пожалуйста, набирайте наш Viber WhatsApp, плюс один 347, 265, 6186. Мы ответим на все ваши вопросы, найдем жилье, даем много вариантов. Не было случаев, за 5,5 лет Русская Америка существует, наша компания, чтобы мы не нашли жилье. Всегда находим, мы используем и закрытые базы данных, к которым у вас доступа нет, и открытые базы данных, и даем вам все варианты, которые есть на рынке. Спасибо за внимание, с удовольствием будем искать для вас жилье.